Девушки отдыхают Виктория Аксирова – художница, которую искусство окружает всю жизнь. Выросла в семье знаменитого музейщика Ставрополя Льва Бюля. С детства занималась творчеством, работала с текстилем и гобеленом. Виктория вышла замуж за известного живописца Михаила Аксирова и переехала в Кабардино-Балкарию. Вдохновленная династией мужа, она последние два года посвятила искусству изображать мир красками. Показать свои первые работы художница приехала в родной город. Я сама родилась в Ставрополе. Я обожаю этот город. Я люблю его ветер. Я так скучаю за ним, потому что в Нальчике это абсолютная тишина. Хотя там прекрасная погода, но родиной я считаю Ставрополь. Картины Виктории – это отражение женской судьбы, стремление и мечты ребенка, учеба, увлечения, любимая семья. Среди множества работ картина «Перемирие» является любимой работой художницы. Она олицетворяет то, что семья является главной ценностью в жизни каждого человека. А любую ссору может сгладить обычная чашечка кофе. Персональная выставка для любого художника – это всегда волнительно. Поддержать Викторию пришли друзья детства, коллеги и семья. Зрители тоже очень тепло приняли работы мастера. Вы знаете, производит приятное впечатление эта выставка. Чувствуется, что какая-то, во-первых, большая фантазия художника и потом женское отношение. Мне нравится эта выставка. Она такая искренняя, такая, можно сказать, и наивная, и одновременно интересная своей композицией. Мне нравится такое. Каждый желающий может насладиться выставкой в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. А свои впечатления уже получили Виктория Шкальная и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Участники самых разных возрастов. От детей до взрослых. Некоторым за 20, а кому-то и вовсе 12. Фестиваль ежегодный проходит в три этапа и охватывает самые отдаленные уголки Кабартино-Балкарии. Как и в студенческой весне, несколько номинаций. Это музыка, театр, хореография, оригинальный жанр. А главное отличие в том, что в этом конкурсе принимают участие не только студенты, но и школьники со всех районов республики. Это такая площадка обмена опытом, обмена творчеством, открытие новых имен, новых коллективов. И, например, для нас, как организаторов других творческих мероприятий, было очень удивительно и отрадно найти какие-то яркие звезды, которые в дальнейшем мы будем приглашать уже на какие-то творческие концерты, отчетные мероприятия. В Тейрике, в Норткале, в Нортане или еще в каком-то другом любом населенном пункте настолько талантливые дети, что удивляешься тому, как они это делают. Вначале организаторы выезжали в районы, где было наибольшее количество номеров. Последние два отборочных этапа прошли в Нальчике, куда приезжали уже сами участники. Сегодня же заключительный, финальный этап, где будет определен победитель. В 2018-м проект поддержало Федеральное агентство по делам молодежи. А в этом году организаторами выступили Министерство просвещения республики и Многофункциональный молодежный центр. Проект планируется проводить каждый год и охватывать все больше и больше молодежи. Есть числа в большей степени, наверное, сельской молодежи. Потому что сегодня очень важно работать именно в той местности. Потому что в Кабардино-Балкарии много талантливых ребят. Важно их найти и поддерживать. Именно поэтому проект «Про творчество» ведет свою работу с теми, у кого меньше возможностей самостоятельно раскрыть свой потенциал. Ася Тенова, Ахмед Торчоков, Новости дня. Нет, это не показ модного дома. Просто к задаче собраться на бал все гости отнеслись очень ответственно. Для девушек это целый ритуал. Я сдала этот балл, очень обрадовалась, когда меня сюда пригласили. Наверное, подготовка заняла весь этот день. Парикмахеры, макияжи, выбор платья. У парней все, конечно, по-другому, но не менее важно. Я написал рапорт на военную кафедру. Мне пришлось постараться, чтобы сюда попасть. И, собственно говоря, ничего особо не делал, потому что я всегда красивый. И, собственно, так же. Проснулся, умылся, оделся и все, красавчик. Однако, бесспорно, одно. Этот балл все студенты края ждали как главное событие года. И чтобы попасть сюда, не только хорошо учились, но и принимали активное участие в жизни своих учебных заведений, города и региона. Здесь самая активная часть молодежи Ставропольского края. Это такой большой, яркий, красочный новогодний бал, который Управление по молодежной политике и аппарат правительства Ставропольского края делает совместно с Комитетом по культуре и молодежной политике администрации города Ставрополя, чтобы почествовать лучшие вузы, чтобы почествовать лучших ребят, лучших студентов, лучших активистов. Поздравить всех с наступающим Новым годом. Ну и, так сказать, уже красиво этот год завершить. Самая долгожданная и волнительная часть праздника – церемония награждения. Призы вручали лучшим добровольцам, выдающимся творческим студентам. Выбрали и самое активное учебное заведение региона. Заслуженные призы получили и молодежные центры из районов края. Все очень атмосферно, здесь все такие добрые, милые, очень много знакомых людей я здесь увидела. Почти со всего края тут съехались мои знакомые, это очень классно. Эти мероприятия позволяют нам встречаться со своими знакомыми, друзьями на таких классных тусовках, просто классных. После награждения молодежь ждала развлекательная программа – конкурсы, караоке и яркие номера от коллективов. А на первом новогоднем балу также побывали Яна Лукошкина и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.